Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Фила Бразилеера – герой сегодняшнего выпуска программы «Элита». На интернациональной выставке «Евразия-2017» не набралось и десятка представителей этой породы. Но однозначно в ринг с питомцами выходили те, кто предан Филе. Мы построили дом, мы переехали, нам нужен был охранник. Мы посмотрели, что продается мощная, сильная, красивая собака породы Фила Бразилеера. Вообще никогда такое не слышали, даже название. Нашли случайно, просто нам попался каталог собак. Не в каждом каталоге есть собаки. А там была Фила. Мы посмотрели, мощный, здоровый. Там под 90 килограмм кабель был нарисован. Думаем, нам такой надо. Поэтому мы купили кабеля, и все. И с 2002 года у нас только Фила. У нас уже это пятая, наверное, шестая собака. О фанатичной преданности этой великолепной собаке своему хозяину ходят легенды. В Бразилии даже есть поговорка – верный словно Фила. Своих Фила будет защищать до последней капли крови. Я теперь понимаю, что я бы, допустим, новичку собаку бы не доверила, человеку, который не знает эту породу. Потому что порода агрессивная по отношению к чужим, по отношению к чужим животным и по отношению к чужим детям. В своей семье собака просто очень любящая. У этой породы нет на первом месте хозяина. Эта порода любит всю семью. Она не ограничивает кого-то, для себя не выделяет, вернее, кого-то, что для нее это приоритет. У нее любимые все, в том числе свои дети. Свои дети могут ей делать, что хотят. Чужие дети, если будут проходить мимо, она может кинуться. Она это считает чужими. Все. Она любит только свою семью. Также и своих животных, которые с ней вместе в доме. Все. Остальные все. Это для нее все чужое. В неумелых руках Фила Бразилиера может стать опасным оружием. Историческое предназначение, если читать летописи, эти собаки должны были возвращать в дом беглых рабов, не поранив, причем, этого человека. Также они охотились. Они хорошие охотники. Они, несмотря на свое массивное внешний вид, они очень хорошо бегают. То есть, вплоть до охоты, до ягуаров, и, соответственно, какая дичь там росла. Они хорошо бегают по сельве, по воде, потому что динамичные, сильные собаки. Виктория Васильева на Евразии выставляла не свою собаку, выступала в роли хендлера. Ее подопечный требовал пристального, ежеминутного внимания. Так что расслабиться нельзя было ни на секунду. У самой было три филы, три кобеля одновременно. Поэтому, в общем-то, эту породу я знаю спокойно. Как Ваша встреча? Очень неожиданно мы ездили с мужем, выбирали породу. Вначале, изначально я читала о собаках. Я вообще, прежде чем смотреть какую-то собаку, это было более 15 лет назад, я покупаю книги породы о собаках и изучаю. Потом далее ездили, смотрели. То есть у нас были претенденты Бульмастифы, Мастифы и Филы. Уже мы выбрали Мастифа, и я увидела щенка Филы. Все, голову снесло, я была в него влюблена. Уже о других собаках даже предоплатно Мастифе не было речи. Все, увидела. Это любовь с первого взгляда была. В ринге судья вообще не трогает Филу руками. И зубы, и шкуру демонстрирует хендлер или хозяин. Одним словом, человек, которого собака считает своим. Многие трассировщики, кому мы, допустим, обращались, хотели, чтобы подрессировать, говорят, мы эту породу не знаем, мы не знаем, как с ней. Собака думающая. Вот в Филах, во всех книжках пишется, порода, это порода думающая. Она сама себе будет определять круг, на кого она может кинуться, на кого нет. Кто ей нравится, кто нет. Вот тут ничего с ней не сделать, просто-напросто. Если ты занимаешься выставкой, ты должен социализировать собаку, ты должен приучать ее с детства. Как и любая собака, она привыкнет с детства к скоплению людей, к скоплению собак, и она будет к этому лояльно относиться. Но если есть, ну просто, бывает, конечно, как и в любых породах, экземпляры суперагрессивные. Тут уже надо тогда думать, или эта собака будет для души, для двора, защитник, или собака будет для выставки. Со своими собаками занималась, и всем, в принципе, это рекомендую, общий курс дрессировки. То есть все вот мои филы прошли этот курс, сдали на первую степень. Даже вот когда мы сдавали не на первую, я еще дополнительно занималась, я пересдавала. То есть у меня была цель пересдать. Отлично. Также можно, сейчас не знаю, есть ли такой курс, защитно-городская собака, то есть чтобы собака была адаптирована к городу. Потому что ты гуляешь, куча людей, которые встречаются. Соответственно, если собака прошла курс, хоть какой-либо курс дрессировки, с ней гораздо уютнее и лучше жить. Говорят, что филы чувствуют себя хорошо как в квартире, так и в вольере. Если, конечно, он утеплен. Но все же кажется, что держать такого пса в 50 квадратных метрах в центре города не очень удобно. Это загородный дом. Если есть возможность, ну, я, например, живу у парка. У Смайловского парка мы, соответственно, уходили гулять в парк с собаками. Чтобы никому не мешать, и чтобы нам никто не мешал, лесопарковая зона. Владельцам филы нужно уделять особое внимание работе желудочно-кишечного тракта любимца. Заворот – одна из причин гибели этих могучих собак. Этому подвержены все мастифы. Все мастифоподобные собаки именно из-за конструкции желудка. Потому что у маленьких пород, у них коротенькие канатики желудочные, у этих пород они длинные. Ну, соответственно, генетически такая вот проблема есть у всех малосоподобных собак. Здоровье любой собаки закладывается с детства. Мы спросили, на что надо обратить внимание при выращивании щенка. Должно быть сбалансированное питание. Собаке нужно давать хорошее количество кальция. Но в то же время не перехармливать, чтобы не было закальцинирования суставов. То есть, по-хорошему, если ты берешь такую собаку, ты должен изучить, как ее правильно кормить, как нормативно ее кормить. Как правильно ее выволивать, чтобы, опять-таки, не перегрузить суставы. Но это все реально. Если человеку это интересно, если он на это готов, на самом деле это не рутинная работа, не рутинный труд. Это, ну, ты растишь любимое существо, как говорится, отчасти, да, ребенок, собачий ребенок. Ты его растишь, и тебе это нравится. Это не должно быть прям, ой, как это тяжело. Нет, не знаю, мне, все мои собаки, это в удовольствие. И, ну, кормишь там и витаминками, и хорошим кормом. Просто ты это дело любишь. И все. Фила Бразилиера – собака для опытных собаководов. Помните об этом, когда будете выбирать собаку для себя. Сегодня мы вновь в клинике «Доктор Вет», что оказывает весь спектр ветеринарных услуг и находится в Сергиевом посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Сегодняшний пациент – кот породы петербургский сфинкс. Его худоба бросается в глаза. Студенты могли бы изучать скелет кошачьих наглядно. Вот они – косточки, суставчики и сухожилия. Видна даже сетка сосудов. Сейчас он самостоятельно и с аппетитом кушает. Но это благодаря врачам. Поступил кот в истощенном состоянии, очень слабый, не держал температуру, отказывался от еды, не было дефекации. Он был стабильно тяжелый. Его принесли потеряшки, оплатили содержание, анализы, всю терапию интенсивную. Нам необходимо было поддержать и напитать его витаминами, различными аминокислотами, объем циркулирующей крови восстановить, принудительно его кормить, для того, чтобы дать организму силы, для того, чтобы он мог поддерживать жизнедеятельность самостоятельную. Первое время были проблемы со стулом, у него были запоры, то стула вообще не было, перистальтика была слабая. Пришлось запускать по дому? Да, да, все сначала. По анализам выявили у него небольшую почечную недостаточность, но, скорее всего, это была острая реакция, которую нам удалось быстро стабилизировать. Выявили у него иммунодефицит, заболевание, которое не лечится, только поддерживается. На данный момент он стабилен, кушает, писает, какает, держит температуру и, в общем, готов ехать домой. Вот только в какой дом, пока непонятно. Дело в том, что волонтерам движения потеряшки кота передали сотрудники управляющей компании в микрорайоне ферма. Его обнаружили в квартире, которую вскрыли из-за протечки. Сколько кот находился без воды и еды, остается только гадать. К слову, хозяин звонил в клинику, но оплаты счета за лечение не предложил и не привез питомцу ни одежды, ни еды. К коту приходят потеряшки, различные волонтеры, приносят ему еду. Приходят. Ну, скорее всего, он уже старый, уже преклонного возраста. Ну, а точного возраста невозможно судить даже по зубам, потому что все зависит от его качества жизни предыдущей. Если у него было плохое качество жизни, нельзя исключить даже, что ему 5-7 лет. Ну, на данный момент мы подозреваем больше 10, возможно, 15 даже лет. Ну, он очень-очень ласковый, он тянется абсолютно ко всем, имеет еще дополнительные проблемы с глазом. Ну, афальмолога, потому что нам ее отдала за обществ, она ее брала под разведение. Но, тем не менее, он не боится никого, он всегда мурчит, очень ласковый, абсолютно не агрессивный. Он не потерял доверие к людям, хотя иногда можно потерять уверенность в том, что человек разумен и наделен сердцем, которое дано не только для того, чтобы перекачивать кровь. В полете уже вернулся на сторону Суперпады. 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 Суперпады.